Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Утратил доверие губернатора Алтайского края. Уволил замминистра здравоохранения региона. Известный барнаульский врач заявил, что сегодня все хирурги должны уметь оказывать первую помощь при боевом ранении. Вода, от которой не стоит ждать чуда. Барнаульцы в ужасе от состояния целебного источника на территории города. Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения края Константина Гордеева. Официальная причина – утрата доверия. Свой пост чиновник покинул сегодня. Ранее краевой прокурор постановил устранить коррупционные нарушения, сообщают в правительстве региона. Была проведена проверка. Также, по информации властей, замминистра здравоохранения не уведомил вовремя о возникшем конфликте интересов и не принял мер по урегулированию конфликта интересов. По итогу проверки Гордеев был уволен в связи с утратой доверия. Добавим, что в последней громкой истории с опосредованным участием Константина Гордеева было сокращение льготных отпусков для медиков. На документе, который извещал о новых правилах руководителей медучреждений, стояла его подпись. После скандала в СМИ Минздрав заявил, что сокращения отпусков для медиков не будет. К другой теме. Виновных в том, что на жительницу Барнаула упал лед, накажут. По факту падения наледи с крыши Барнаульской многоэтажки следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Еще в начале января девушка шла мимо дома на улице Петра Сухова, 77, когда с крыши здания на нее упала наледь. Пострадавшая сейчас лечится в условиях стационара. После представления прокуратуры Октябрьского района управляющая компания очистила кровлю от льда, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Правоохранители вынесли постановление о возбуждении уголовного дела. По уголовному делу назначенной проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются представители управляющей компании, жильцы дома, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Едкий запах канализации. Жители Барнаула в очередной раз возмутились качеством воды со свято-никольского источника. За целебной, по их мнению, водой на известный источник они отправились на крещение 19 января. Правда, умыться и тем более выпить ее рискнули далеко не все. Отпугнул жуткий запах. Почему воду с источника, которую принято считать целебной, пить все-таки не рекомендуется, узнавала Валентина Аскерова. Запах канализации четко чувствуется. В крещение Наталья Коробейникова, как и многие горожане, отправилась к воде. Ее в этот день принято считать целебной. Многие советовали свято-никольский источник. Правда, из набранных пятилитровых бутылок ни отпить, ни умыться не смогла. Смутил едкий запах сероводорода. Вместе с Натальей в этот день набирали воду и другие жители Барнаула. Мы приехали уже в четвертом часу, их было немного, но здесь окупывались, вот в этой купальне, и набирали с собой воду люди. Приехав домой, мы поняли четко, что это прям запах канализации, ее не то что пить, ей даже окупываться нельзя этой водой. Но никаких табличек здесь нет, ни о том, что эта вода не предназначена для питья или еще что-то. Настоятель единственного за святым источником храма в Барнауле Виталий Власов нам пояснил, что в данное время воду пить не рекомендуется, так как вода не родниковая, а грунтовая. Поскольку изменение в климате, идет изменение в пластах земли, и вода меняет свое русло. Постоянно каждую зиму она меняет свое вкусовые качества, идут осадки и все остальное. Бывает месяц пройдут эти осадки, а промывается, и вода снова чистенькая идет. Поэтому это нужно смотреть, приезжать, смотреть уже по месту. Предупреждающих табличек Виталий Власов не устанавливает. Говорит надолго, они не задерживаются. А между тем, паломничество за целебной водой продолжается. Ежедневно к источнику стягивается несколько десятков человек. Кто-то, почувствовав запах, разворачивается, кто-то же набирает воду. А это может быть опасно, отмечают ученые. Ясное дело, что частный сектор, и тем более там есть большое учреждение, которое много народу населено, это источник загрязнения органическими веществами. И, конечно, самое печальное, возможно, болезнетворными какими-то началами. Общественные источники нужно стабильно хотя бы раз в месяц проверять. И при сильном загрязнении ограничивать к ним доступ, настаивают ученые. Иначе случаи отравления, которые ранее уже происходили на Свято-Никольском источнике, могут повториться. К сожалению, в настоящее время администрация города к этому источнику, и к другим экологическим проблемам города привлекает мало внимания. Он есть, его используют, его надо исследовать, чтобы люди знали, какая там вода, можно ли ее действительно пить. Мы, в свою очередь, обратились в Центр гигиены и эпидемиологии с просьбой провести детальный анализ воды. Однако ответа пока не получили. Хотя исследовать воду, набранную из источника, можно лишь в течение шести часов, пока все вещества, в том числе вредные, не испарились. Планируют ли специалисты выехать на место и проверить воду на безопасность, как это пару лет назад делали представители Русского географического общества, неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Главное, чтобы не пришлось анализировать воду по факту возможного отравления. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Уже больше десяти лет крыша одной из барнаульских многоэтажек не дает расслабиться ее жителям. Причем проблема превратилась во всесезонную. К слову, с подобной сталкиваются многие жители краевой столицы. Ведь в ряде домов советских времен крыши не делали десятилетиями. Так что предпринять, если протечки стали угрозой для жизни, а капитальный ремонт запланирован только через несколько лет, разбирался наш корреспондент. Если в доме течет крыша, жить в нем не сахар в любое время года. А весна и осень становятся особенно невыносимыми. Именно с такой проблемой и столкнулись жители этого дома. И если с потопами они справляются с помощью тряпок и тазиков, то с замыканием электропроводки разбираться самостоятельно крайне небезопасно. Как только мы тонем, нам приходится все вот это электрооборудование отсюда убирать. Соответственно, вот она стена, вот эта. Она, то есть, когда упадает, бежит, то есть, до нее прокасаешься, она прям током начинает бить. Так живут люди в девятиэтажке на Юрина 186. Более десяти лет в доме течет крыша. А в межсезонье вода просачивается до восьмого этажа. Мы там какие-то дополнительные удлинители тянем, чтобы свет горел на кухне. Вызвать электрика Максим Климов не мог около недели. В других квартирах проблемы с проводкой возникали и раньше. Как раз мокрая стена, а здесь вся проводка. Все провода внутри стены. И вот под этими, под обоями, и прям по обоям побежал огонь. Я говорю, ой, я бы так перепугалась. В коридоре у нас рубильник этот, я бы бежала выключать. Таких проблем не слышал я про такие проблемы, что глобальные. Да, была, вот теперь, есть протечки в любом случае. То есть, то, что подлежит сегодня капитальному ремонту, текущим ремонтом, выполнить, ну, скажем так, не очень просто, это нельзя. К слову, взбодрить ДЭС-2 смогла наша съемочная группа. В течение получаса оттуда пришел специалист и починил проводку. Жители могут обратиться к независимым оценщикам. Это стоит, на самом деле, услуга не так дорого. Посчитать вот тот восстановительный ремонт, который необходимо провести внутри квартиры в результате протекания кровли и обратиться с претензией в адрес управляющей компании. Если управляющая компания в течение 10 дней на денежные средства на счет потребителя не перечислит, потребитель имеет право обратиться за взысканием денежных сумм уже в судебном порядке. Вечная проблема с протекающей крышей решиться может, но только после капремонта, а запланирован он на 26-28 годы. Неоднократно документы по переносу срока капитального ремонта подавались по этому дому в комитет жилищно-коммунального хозяйства города. Знаете все, что средств на капитальный ремонт, к сожалению, не хватает. Требуется для капитального ремонта многоквартетного жилья в крае порядка 2 миллиардов рублей. К сожалению, таких денег нет. Дворников заверил, компания снова подаст документы на перенос даты капремонта. Причем сделать это вполне реально. Подобные случаи в практике управляющих компаний нам известны. В противном случае юрист советует жильцам подумать о ее смене. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Письмо президенту России и несанкционированный митинг. Так выражают свой протест некоторые жители села Смоленское против размещения твердых бытовых отходов на мусорном полигоне, расположенном рядом. При этом в Бийской зоне всего два подобных места, где можно локализовать мусор и изменение логистики может привести к новому росту тарифов. В вопросе разбирались наши корреспонденты. На днях министр природных ресурсов края Андрей Стрелковский провел рабочую встречу в селе Смоленское. Обсуждался вопрос о разведении мусорных потоков. Некоторые жители села выразили недовольство, что на местный полигон привозят отходы из других мест. Население вообще все против Смоленски. Я даже не знаю, редко уж кто рукой отмахнется и говорит, да, это нам не надо. До нас вроде того же не доходит мы это. И мусорка так она устроена, что она стоит прямо у дороги. Даже взять наших сотрудников, у меня есть сотрудники, которые проживают в недалеком расстоянии от этого, и реально нечем дышать. Прям приходят и говорят, что вечером, что утром, особенно когда свалка горит, то дышать практически нечем. И люди очень этим обеспокоены. Объем мусора большой, да, все недовольны. Что именно везут со всех сторон, и почему именно Смоленское. Почему крайняя села наша оказалась. Все возмущаются, что возят со всех районов окружающих, что этот дым. Ну, в общем, нежелательно, чтобы в таком качестве, состоянии он оставался. Разрастающийся с каждым днем полигон – больной вопрос для жителей Смоленского. И люди не желают мириться с таким соседством. Планируют добиваться референдума. В потоке движения отходов устанавливаются территориальной схемой. Территориальная схема у нас утверждается Министерством природных ресурсов Алтайского края. Прежде чем производится утверждение, территориальная схема проходит общественное обсуждение. То самое общественное обсуждение чиновники Министерства природных ресурсов проводили целых 9 месяцев. Уверяют, от жителей села ни одного замечания не поступало. Данная территориальная схема, которая сейчас действует, она прошла обсуждение с января по сентябрь 2021 году. И 21 сентября 2021 года была утверждена приказом Министерства природных ресурсов. Сейчас на мусорном полигоне села Смоленское размещают отходы из Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Алтайского районов и Белокурихи. При этом основная нагрузка, особенно в разгар туристического сезона, поступает из Алтайского района и города-курорта. На данном совещании сегодня обсуждалась возможность изменения потоков, но только с проведением, в соответствии с законодательством, процедуры, корректировки, общественных обсуждений снова. Объемы изменения потоков в части, направления потоков с Белокурихи и Алтайского района на полигон города-бийска. Поскольку в этом году на полигоне города-бийска будет запускаться мусоросортировочный комплекс. Вопрос решено проработать всесторонне. Процесс небыстрый. Специалисты Министерства природных ресурсов, строительства и финансов постараются разрешить ситуацию, так как изменение логистики может привести к повышению тарифов для всех жителей бийской зоны. Для людей это худший поворот событий. Ксения Ацапко, Кристина Чернова, Андрей Сегаев. День с толком. Все хирурги Алтайского края, независимо от специализации, должны уметь оказывать помощь при боевой травме. В этом уверен проектор Алтайского медвуза, а в прошлом главврач 11-й Барнольской больницы Андрей Коломец. Месяц он провел в командировке в зоне боевых действий. По словам медика, оперируют раненых чаще всего в обычных гражданских больницах, но гражданские врачи не подготовлены к такому типу травм. Свои впечатления и выводы от поездки Андрей Коломец рассказал сегодня на заседании Общественной палаты края. И добавил, что Алтайский вуз, возможно, станет первым в стране университетом, который восстановит преподавание военно-полевой хирургии. За месяц на Донбассе Коломец лично прооперировал 150 человек. По его словам, вывозит раненых с поля боя в темное время суток. Это значит, что какое-то время боец сможет в одиночку пролежать в окопе. И он должен уметь оказать себе первую помощь. Поэтому еще одно предложение, с которым вернулся Коломец, чтобы все, начиная с детства, могли себя спасти при различных травмах. Начиная со школы, во всех институтах и организованных формах работы, ну, предприятиях, было принято также на законодательном уровне, как нынему в Алтайском крае, обязательная, значит, программа подготовки первой помощи. А элементарно просто. Первые 10-15 минут человек, если помощь первую оказали, он будет жив. Не оказали, будет мертв. А это остановка кровотечения в основном и восстановление функций внешнего дыхания. Впрочем, эти медицинские знания можно использовать и в быту. Лишними не будут, подчеркивает Коломец. По словам медика, предварительные отзывы на свои идеи он уже получил, все их только одобряют. Кстати, подробное интервью с Андреем Коломейцем смотрите в нашем субботнем выпуске. Медицинское оборудование из Алтайского края отправили в зону боевых действий. Ценный груз собрал благотворительный фонд «Добрая воля-22» на деньги, которые им переводят неравнодушные жители края и предприниматели. По словам одного из организаторов фонда Николая Панова, медицинской техникой они начали заниматься месяц назад, когда знакомые врачи рассказали, какое оборудование на расклад в полевых условиях. Кроме помощи для медиков, волонтеры фонда приобрели машину УАЗ для непосредственных участников боевых действий. Машина с целью оперативной эвакуации раненых с поля боя. Автомобили, там расходный материал, в принципе, это расходный материал. Было принято единогласное решение, госпиталям надо помогать. Сейчас у нас уже три госпиталя, которым мы помогаем на постоянной основе. По словам Николая, это уже вторая за январь отправка груза в зону боевых действий. Кроме техники и оборудования, туда по-прежнему передают теплые вещи и продукты. Что такое патриотизм и с какого возраста его нужно прививать? Об этом сегодня шла речь на встрече губернатора края Виктора Томенко со студентами вузовских СМИ. В ходе беседы ребята могли лично задать вопрос губернатору, а их было достаточно много. Кроме патриотизма, говорили об учебе, будущем трудоустройстве и не только. Продолжит моя коллега Мария Мацаева. Поток сегодня информационный такой, что он просто может ошеломить, может просто сбить с толку человека неподготовленного. И чтобы отметать шелуху неправды, как выразился губернатор, молодому поколению необходимо задать правильный вектор восприятия ценностей нашего государства. А помочь им в этом могут только грамотные наставники в лице преподавателей, уверен Томенко. Сформировать понимание этих самых интересов и понимание того, в чем эта любовь может выражаться, и преданность, приверженность своей стране, ее идеалам, ее ценностям. Кстати, формировать правильное информационное поле заинтересованы ребята, которые занимаются в медиа-центрах. Это университетские СМИ. На таких площадках студенты могут демонстрировать свою точку зрения на события и делиться жизнью образовательного учреждения. Мы поговорили с губернатором о том, что еще можно добавить в наши СМИ, какие темы можно расширить, можно описать о жителях края. О проблемах мы, наверное, это не будем затрагивать, но, допустим, знаменитые личности или знаменитые выпускники наших вузов, то есть повестку наших СМИ также можно расширить. Поддерживать ценности и трудиться на благо Родины студенты готовы. Но где? Они об этом тоже спросили губернатора. Проблема трудоустройства для будущих выпускников по-прежнему острая. Но, по словам Томенко, находят работу около 80% студентов. Проблема в другом. Зачастую молодые специалисты хотят трудиться только в Барнауле и не готовы ехать в малые города и районы, туда, где действительно есть кадровый голод. Например, в сферах образования и медицины. Хотя там, по словам губернатора, для молодых специалистов мер соцподдержки достаточно. Тем, кто приходит на работу, например, в сельскую местность, например, на дефицитные специальности в те или иные наши учреждения. И там существует система и грантовой поддержки, и субсидирования, и предоставления, значит, на определенных условиях служебного жилья. Но и намеренно задерживать молодежь на Алтае тоже нельзя, уверен Виктор Петрович. По его мнению, желание молодых людей уехать в большие города вполне здоровое. И оно, напротив, должно формироваться системой. Властям же стоит обратить внимание на повышение привлекательности региона и создание условий, при которых люди могли бы комфортно жить, работать и реализовываться на своей малой родине. В Барнауле собаки показали, как они ищут наркотики и взрывчатые вещества. День открытых дверей накануне прошел в Центре кинологической службы МВД. В гости к кинологам и их четвероногим коллегам пришли студенты барнаульских вузов. Так выглядит задержание преступника. Также кинологи показали, как должна себя вести собака, если жулик хочет убежать. Хвостатые продемонстрировали, с какой скоростью они выявляют наркотики в условном багаже или в кармане у человека. А еще студенты увидели, как собаки ищут оружие и взрывчатые вещества. Вот мешочек розовый, там находится взрывчатое вещество, имитатор взрывчатого вещества, на данном случае это тротил. И собака его быстро нашла и обозначила, показала кинологу, где лежит данное вещество. В завершении встречи кинологи дали студентам несколько советов, как правильно содержать и дрессировать собак. Нередко после таких показательных выступлений молодые люди заканчивают учебу и становятся сотрудниками правоохранительных органов. Собака. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...